И автовокзалом, да Ой, там, там, да, там суета Одесская получается Так что все всячески поддерживаем эти действия властей И хотели бы знать ваше мнение А вы как считаете? Может быть там, где вы живете Какое-то скопление Этих всевозможных Палаток, шоу И нужны ли они вам? Вот без них И портят ли, может быть, они уродуют Вид улицы, площади Вашего района, микрорайона Звоните нам обязательно, расскажите свое мнение Нет, 200 ровно, 2519 Наш телефон прямого эфира Не меняется никогда Да, 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 200 ровно, 2519 Друзья, расскажите, сегодня делитесь Своими мнениями, впечатлениями По поводу вот этих палаток Потому что павильоны, конечно, это звучит Как-то очень масштабно У меня представляется, павильон это что-то вроде Всего павильона на центральном рынке Такие огромные, крытые Нет, вот павильон Сидит парень и продает батарейки Паленые китайские Для электронных часов Она иногда необходима Это спорный вопрос, конечно Ну спорный, но Когда это вписывается Потом это надо же Насколько я понимаю Эти вопросы надо согласовывать Районы архитектуры Рай архитектуры Так это правильно называется Это все называется Малоархитектурные формы Вот они должны иметь Какой-то презентабельный Внешний вид Они должны вписываться В какую-то территорию А так понаставили все А потом обижаются Что приходят там Блдузер и сдирают Ну да А я повторяю вам, друзья Наш номер прямого эфира 200 ровно 2519 Звоните, просыпайтесь И рассказывайте нам свое мнение Ждем Ждем обязательно, друзья Ну и мне кажется Нужно послушать Вот какую-нибудь веселую А сейчас будет А Сережа Для чего там сидит Сейчас будет Сейчас Давай, Сергей Я спешила, я летела к тебе Я знала, что ты один Рисовала, представляла себе Сюжеты тех картин Где мы вместе Где нет, вместе моей Теперь ты точно один Непонятно, как нам буду твоей Безо всяких причин Муси, муси, пуси, пуси Миленький мой Я горю, я вся во вкусе Рядом с тобой Я как бабочка Порхаю на всем И все без проблем Я просто тебя съем Муси, муси, пуси, пуси Миленький мой Я горю, я вся во вкусе Рядом с тобой Я как бабочка Порхаю на всем И все без проблем Я просто тебя Я просто тебя съем Я мечтаю о тебе Мы со мной Десятый день подряд Я забыла все проколы твои Да, ты и сам не рад Открывайся 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 Попробуй Это сейчас Уходи Но только помни Ты мой Ты мой Ты мой На этот раз Муси, муси, пуси, пуси Пуси, миленький мой Я горю, я вся во вкусе Рядом с тобой Я как бабочка Порхаю на всем И все без проблем Я просто тебя съем Муси-муси-пуси-пуси, миленький мой Я горю, я вся во вкусе Рядом с тобой, я как бабочка порхаю на всем И все без проблем Я просто тебя съем Муси-муси-пуси-пуси, маленький мой Я горю, я вся во вкусе Рядом с тобой, я как бабочка порхаю на всем И всё без проблем Я ночью тебя Я ночью тебя съем Муси, муси, пуси, пуси Миленький мой Я горю, я вся во вкусе Рядом с тобой Я как бабочка порхаю на всем И всё без проблем Я просто тебя съем Муси, муси, пуси, пуси Миленький мой Я горю, я вся во вкусе Рядом с тобой Я как бабочка порхаю на всем И всё без проблем Я ночью тебя съем Ранья пташка И вот такая вот весёленькая песня Да, доброе утро всем Катя и Леля у нас, да, мы сегодня проснулись Кто проснулся, а кто уже А кто ещё только А кто ещё только Да, кто только-только просыпается Друзья, и кажется время вот Время зарядить мозги Я это называю Упражнение по введению головы В рабочее состояние Друзья, и не просто так мы заряжаем мозги Не просто так упражняемся Это загадка Вы точнее упражняетесь Приготовьтесь Да Вы там можете получить билетик И проснуться И получить приглашение На спектакль В молодёжный театр Который на площади свободы Я думала, хотя все знают Где находится молодёжный театр На спектакль Тирамису 30 сентября в 19.00 Друзья, замечательный спектакль Замечательный театр Очень его люблю И поэтому рекомендую вам Звоните скорее, просыпайтесь Слушайте загадку Отгадывайте её И получайте билет Внимание Тема как раз загадки соответствует Дело в том, что второй день В Ростове дожди И здесь вот немножко есть связь Итак, внимание Слушаем Под каким О! Вот всё Вот сейчас-то точно всё Точно слушаем Запомнили Внимание Под каким деревом Сидит заяц Когда идёт Дождь Повторяю Под каким деревом Сидит заяц Когда идёт Дождь Введём Ваши звонки Друзья Давайте Кто первый Кто-то выиграл билет У меня каждый раз паника Когда я слышу эти загадки Мне кажется Мой мозг всегда спит Друзья Я повторяю Вы можете проснуться И выиграть билет На спектакль Тирамису Тот, что идёт В молодёжном театре Но, друзья Обязательно нужно билетики забрать В три дня В эти вот Сегодня, завтра и послезавтра Обязательно Потому что потом Ваш выигрыш может аннулироваться И могут они вас так долго ждать 24-го Да Вот И что, друзья У нас дальше У нас дальше Раз А у нас звоночек Вот У нас там говорят Уже у кого-то голова включена Да-да-да Мы вас слушаем Доброе утро Так-так-так-так Кто же там? Доброе утро Алё Алё, здравствуйте Да, доброе утро Здравствуйте Как вас зовут? Александр Александр, привет Македонский Вы хотите получить билет? Ты где? Ты на раскладушке В постели В машине В автобусе В троллейбусе В отпуске За границей Мы опять двигаемся В батальском в росту Ага А ты едешь на работу? Да Боже мой Просто на работу Да Я так понимаю Ты хочешь попытать счастье? Обязательно Да Вот смотри Давайте Смотри Счастье Это второе моё имя Отлично Я повторяю загадку Саша А ты подхватываешь, да? А мы тут разберёмся Ответ Правильно или нет Под каким деревом Сидит заяц Когда Идёт Дождь Под мокром Вот ты даёшь Слушай Ну с тобой вообще С тобой вообще Неинтересно Ты наверное Встаёшь В 4 часа утра И у тебя К 7 часам Уже голова Абсолютно включён И поэтому Ты щёпаешь Поздравляем вас Загадки Вы мне сказали Я выиграл И видишь Да Конечно Выиграл Конечно Вы выиграли Вы выиграли Вчера вы посмеялись Садо мной Но я думаю Я вас возьму Всё равно Но вчера Саша Вчера ты пролетел Брат А сегодня Ты в десятку Всё правильно Под мокрым деревом Да Да И вы выигрываете 2 билета Ну приглашение На 2 билета На 2 лица На 2 лица Вот да На спектакль Тирамису В молодёжный театр Саша Чем быстрее заберёте билетики Тем лучше Саша Саш Колись А где запирать Вот сюда К нам приедешь Не кладите трубочку Вам сейчас Наш Сергей Да Режиссёр сейчас Всё объяснит Куда приходить Какой этаж Ты мне по секрету Скажи С кем С кем Пойдёшь в театр С женой конечно Ах ты ещё и жена Слушай Ну там все слышат Как я могу Другого Сейчас для Александра И для всех победителей Мы включаем песенку Верёд Да Люди встречаются Люди влюбляются Женятся Мне не везёт в этом так Что просто беда Вот наконец вчера Вечером встретил я девушку Отц美國 Там где тревожно гудят Стучат поезда В may feet Пошла она, улыбнулась из окна Пояс трогу моя в свет Лишь рукой помахал ей в ответ Волосы светлые, скосы сплетенные от глазах Небо бездонного синь в улыбке весна Стройная, милая, очень красивая девушка Может быть где-то, где-то рядом она Свой ногой вошла она, улыбнулась из окна Пояс трогу моя в свет Лишь рукой помахал ей в ответ Люди встречаются, люди влюбляются, женятся Мне не везет в этом так, что просто беда Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку Там, где тревожно гудят, стучат поезда В свой вагон вошла она Улыбнулась из окна Пояс трогу моя в свет Лишь рукой помахал ей в ответ Люди встречаются, люди влюбляются, женятся Мне не везет в этом так, что просто беда Что просто беда Что просто беда Что просто беда Ранняя пташка на ФМ на Дону Люди встречаются, влюбляются, женятся Выигрывают билетики в театр Да Вот, и слушают ФМ на Дону Да, а время 7 часов 16 минут И пришло время Любимого вами всеми гороскопа Оксана Да Вперед Да Итак, друзья Гороскоп Действительно, это так Итак, овны Держите марку и защищайте свои интересы Шансы добиться успеха у вас сегодня есть Тельцам день принесет приятное известие Сегодня вы с легкостью решите сложные вопросы Близнецам Позже вы будете говорить о событиях этого дня с благородной гордостью Так что действуйте Раки Вы были бы очень рады, если бы день прошел тихо и мирно Но на это рассчитывать не приходится Не грустите Это здорово, встряска такая Львов в этот день все и вся раздражают Поскребите по сусекам собственной души Там должно обнаружиться немного оптимизма Сегодня девы постараются воспринять все ситуации Как жизненный урок со всеми возможным спокойствием Посыпание головы пеплом никак на ситуацию не повлияет А дальше вы услышите продолжение в 7.45 Это продолжение других знаков зодиака В 7.30, я думаю Ну, может быть в 30 А вы слушайте, не переключайтесь И в 7.45 Так что все будет порядок И в 8.15 Главное, не переключайтесь И вы узнаете, как вам быть дальше сегодня Друзья, а я вот хочу вам рассказать о такой вот новостище Ростовской В Ростове открывается инженерно-строительное пространство Ну, как-то можно вот так его назвать Это как? На 16-й линии на территории бывшего завода Открылось место, которое называется фабрика На его базе мастерские комнаты И, например, вы хотите соорудить полку или стеллаж Но живете в квартире, у вас нет никаких инструментов И поэтому, куда вот вам идти? Вы идете туда, в это пространство Там есть все нужные вам инструменты Платите небольшую арендную плату И сколотили себе стеллажик И поехали Вот, также эти мастерские Могут сдаваться в аренду Мелким предпринимателям То есть захотела я делать скворечники А нет у меня возможности Вот я плачу небольшую тоже арендную плату И целыми днями провожу То есть ты арендуешь не только помещение, но и средства производства Да, 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 да Но это все действительно для частных лиц Это выходит достаточно дешево Ну, ты знаешь, мне кажется, это очень полезно Почему? Потому что, скажем, есть люди Ну, которые не так часто прибегают к помощи Там дрели, шуруповерта, там, не знаю Не говорят уже о сварке Просто банально может быть не быть дома И нет смысла держать огромное количество механизмов и инструментов Для того, чтобы они тебе один раз в три года пригодились Надо что-то сделать Пришел, дрель есть, да Это есть, есть, да Там джинг-джинг-джинг-джинг Там запаял, припаял Повернулся, ушел, заплатил Это же здорово И вот такое вот пространство Помимо того, что просто как это как в аренду мы приходим И берем инструменты Это еще действительно помогает развиваться Вот этим мелким предпринимателям А еще многая штука Если, например, в школе нет мастерских То школа может заключить договор И ребята могут приходить И есть у них такая идея Слесарное, токарное дело Есть, да, я хотел эту идею Есть такая идея Вот не знаю, как это будет реализовываться Но идея вот у этой фабрики Есть, чтобы заключать соглашение со школами Потому что одно дело Просто урок труда в школе Скучный и не очень интересный Бывает А другое дело, когда прийти Где молодые ребята Татуированные, бородатые Говорят Ребята, смотрите, как я умею Ух ты Рубанком орудить Орудовать Орудовать Ну что, хорошая мысль А, кстати, я хочу вот открыть Ну, поделиться таким бизнес-проектом Почему мне близка и интересна вот эта новость Вот мой папа мечтал сделать Творческую мастерскую Ибо у меня мама художник И вот он хотел и ей такую площадку сделать И всем творческим людям Чтобы вот на одной базе Можно было и художником заниматься И резчиком по дереву И выжигать И вот много-много-много чего Универсальная такая Да Вот фабрика более в таком технический Ну она, да Для решения технических вопросов А вот, друзья, можете вот Ну, может быть, кто-нибудь теперь разобьет Подсказываю, да Часто нас слушают Коятивные ребята Можете мне потом шоколадку за эту идею Да, пришлю тебе по почте Ну я буду очень рада Хорошо Друзья, что-то мы заболтались, мне кажется Ну, давай 7.20 у нас на часах И нужно слушать музыку Как мы можем сейчас это сделать Вместе с Сергеем Да Сергей Сергей, надо музыку Где у нас там? ФМ на Дону Улыбнись новому дню О, мама, дома на кухне так хорошо Мы посидим, поговорим с ней О чем-то неважном Папа пришел О, мама, если б ты знал О ком я молчу Но о нем говорить Мама, просто не хочу Переодеваются дома В городе весна Слезы холода на провода Перепуганные глуши Перепрыгивают лужи И спешат кто куда Ты промокла до нитки Открываешь знакомую дверцу Тебе некуда деться Тебе некуда деться Хранишь тайну под сердцем О, мама, дома на кухне так хорошо Он под задом ищет твой дом Все расскажешь потом Ему бы согреться Он тоже знает про тайну под сердцем О, мама, дома на кухне так хорошо Мы посидим, поговорим с ней О чем-то неважном Папа пришел О, мама, если ты знал о ком Я молчу Но о нем говорит Мама, просто не хочу О, мама, дома на кухне так хорошо Мы посидим, поговорим С ней о чем-то неважном Папа пришел О, мама, если ты знал о ком Я молчу Но о нем говорит Мама, просто не хочу Люди хранят тайны Это не случайно Приходить в отчаяние туда, где Всегда ты был любим Да, люди хранят тайны И как бы ни банально Это не звучало Ты бежишь ее открыть Самый братный О, мама, дома на кухне так хорошо Мы посидим, поговорим с ней О чем-то неважном Папа, хорошо О, мама Мама, если ты знал о ком Я молчу Но о нем говорит Мама, просто не хочу О, мама, дома на кухне так хорошо Мы посидим, поговорим С ней о чем-то неважном Папа, хорошо О, мама, если ты знал о ком Я молчу Но о нем говорит Мама, просто не хочу Ранняя пташка По сентября 1993 года Была проведена акция Нет, в атомном кошмаре Оно задохнется Нашего любимого Дона И когда Через барьер Заглядываешь в воду И у берега плавают Пустые бутылки Пачки от сигарет Стаканчики эти Бумажные из подмороженного Ну просто неприятно Просто неприятно Почему они любят свой город Свою реку Воспетую Великим Шолоховым Я в силу специфики Своей второй Любимой работы Очень много Езжу по области И мусор выкидывают В таких далеких далях От населенных пунктов Вот я просто ломаю голову Думаю Ты действительно вот положил Кинул все эти Вещи Весь этот мусор и грязь И вез 100 километров От населенного пункта Чтобы выкинуть Как? Я просто не понимаю Когда сейчас На каждом шагу Есть урны Если нет урн Ну возьми Ну потерпи Раздели Сейчас даже мусор собирают Раздели Я кстати Когда езжу в поля Я приезжаю домой И полные карманы Высыпаю каких-то бумажек Ну потому что Иду увидела Бумажку закинула В горы тоже Вот когда езжу Всегда Беру пример С местных жителей Кстати Они всегда остановятся Неважно Везут они туристов Они туристов Останавливают Свои джипы И выходят И начинают просто убирать Я была В такой случай Ехала на большом Таком машина Что-то вроде Зила Везли мы туристов Остановился водитель Думаю Что такое Что случилось Он встает И начинает убирать Бревно с тропинки Боже мой Которое Ну немножко оно затрагивает Он говорит Все равно будет кто-то объезжать Говорит Будет мешать Вот так Я взяла пример Думаю действительно От чего мне От одной бумажки Там от одной бутылки Рюкзак тяжелее станет Уважаемые друзья Я еще раз хочу напомнить Просто вот эту фразу Сказанную Нильсом Бором Человечество не погибнет В атомном кошмаре Оно задохнется В собственных отходах Пожалуйста Помните эту фразу И потом Мы хотели бы знать Как вы к этому относитесь Звоните нам Пожалуйста Рассказывайте Как у вас на улице На микрорайоне В городе Если вы не в Ростове живете Пожалуйста 727 сейчас у нас на часах А номер нашего прямого эфира Он не изменился 200 ровно 2519 Да уже Для чего время-то сказала Полчаса прошло Звонков Только один Александр позвонил Рассказывайте Они просто заслушались Да Говорите свое мнение Высказывайте И по поводу палаток И по поводу мусора И по поводу строительных площадок Да и просто Если вы хотите поговорить Звоните нам Мы с удовольствием вас послушаем И поговорим Друзья Мне кажется Вот сейчас На улице Второй день Льют дожди Такие прям Хорошие Или не очень Не знаю И нужно сказать Ну так чтобы льют Ну не знаю У меня машина протекла Время подошло А нам звонят Да-да-да Алло Доброе утро Доброе утро Как вас зовут? Валерий Николаевич Здравствуйте Валерий Николаевич Здравствуйте Редактор Спасибо что позвонили Ждем Ждем вас Рассказывайте Значит У меня такой Подсебные переходы Строить для того Чтобы люди ходили там Как правило Утром рано Идешь Там замок висит Перейти невозможно Улицу нужно А если ты еще сумка А если еще больной То нужно крюк делать А конкретно где этот переход? А Порошиловский А театральный Ага А буденовский Да везде вы Где подетели Где там лавки стоят А в котором часу Утром? Утром это как? Шесть часов Уже вы идете Все равно закрыто Ну да Ничего себе Действительно Ага Вы идете Все время А вечером тоже закрыто Пройти невозможно И нужно Тащиться на Эту саму А там Стритрейсеры Мечутся Ребята Борзые Ну да Не знаешь куда деваться А куда Куда можно деться Когда Делали переходы Для перехода А у нас теперь Переходы Сделаны для торговли Ну лавки есть И пусть идут туда В те лавки Ясно Валерий Николаевич А скажите А вы почему так Рано просыпаетесь? В связи с чем? Если не секрет Мне нравится Ваша Из всех радиостанций Самая лучшая радиостанция Ой спасибо Я уже не первый раз Звоню на вашу радиостанцию И сказал ФМ это УКВ Ну че вы идете По этому самому Как говорит Задорнов У фарватеры Матрасников Какой вы наблюдательный У нас там УКВ Я по интернету лажил Смотрю На Чукотке В Анадыре А там четко написано Анадырь Угу Я Закомый был Главный инженер Дон Тегер Юзюк Юрий Владимирович Был такой Владимир Иванович Царство ему небесное Да Как говорят Потом пришел Левченко Да Не вот Левченко А потом Юзюк Появил А точно Валерий Николаевич Ну вот кажется Вы и наблюдательный И рано просыпаетесь Вот прям приятно Одно вот Удовольствие С вами общаться Вот все подметили Да Все подметили Все подметили О переходах Мы будем громко Об этом говорить Да Все Мы взяли Действительно Спасибо за звонок Хорошего вам Бодрого утра И отличного дня Отлично Мне нравится Ваша радиостанция И всех радиостанций Всего по диапазону Жму вашу руку Спасибо И счастья на целую жизнь Спасибо До свидания До свидания Мокрая Я мерзну Яндекс погоды Нам говорит О том что сегодня В Ростове Плюс 17 Вечером Плюс 10 Небольшой дождик В Целине тоже Дождь Плюс 20 Вечером То есть плюс 20 Днем А вечером Плюс 19 Тоже небольшой дождь Плюс 17 Днем Вечером Плюс 6 На севере области А вот по данным Ростов Метео В Ростове днем Плюс 18 И только во второй Половине дождь Вот будем следить Сегодня Кто прав А кто верит Сравнивать В Целине Дождь целый день По данным Ростов Метео Плюс 20 Днем На севере области Плюс 17 Весь день Идет дождь На ГИС Метео Нам говорят Что сегодня Лишь пасмурно Без осадков В Ростове На Дону Плюс 19 В Восток области Утром дождь Плюс 16 Днем На севере области Дождь Утром Плюс 12 В общем Доверяйте прогнозу Но проверяйте сумки На наличие Зонта осенью Вот так вот я думала Потому что Ну не угадаешь Что могу сказать По одним данным Дождь целый день По другим Не целый день А по третьим Вообще нет его Будем смотреть И хорошо Если дождь будет Не сильный А если будет ливень Какой вчера Вот ночью Ночью прям Барабанил По крыше Ты знаешь А дождь не пугает Все равно Вот я еду на работу Рано так же Как и ты К 6 часам А люди-то бегают Бегают По утрам бегают С собачками гуляют Смотришь так Дяденька Вот с таким животом А там собачка На ладони поместится Он ее выгуливает Я еду и думаю Слушай Не он ее выгуливает Она его А еще точнее Он сам себя выгуливает Потому что он уже понял Что из-за живота Он не знает Какие туфли он обул Обул этим утром Мы видим А тут есть стимул Да И вот он Жене говорит Ой ты знаешь Люсенька Я наверное завтра Снем утра Сам буду нашего Пупсика Выгуливать А на самом деле Себя-то выгуливают Потому что уже Ну неприлично Обувь не видно В чем он на работу пошел Ну да Но все равно Это радостно Это приятно Шесть часов утра Люди бегают Несмотря на погоду Вот я на северном Это и парк дружбы Это водохранилище Это все Тук-тук-тук-тук-тук-тук Побежали Побежали Здорово Здорово что город у нас зеленый И здорово что парков много Есть Есть возможность Есть возможность Я тоже на выходных Ехала рано утром По своей второй Любимой работе Немало Периодически напоминает Радиослушатели Друзья Я археолог Вот так Историк-археолог Так вот ехала я Значит Рано утром В 5 утра Я в воскресенье И я как паровозик из ромашки Вы помните мультфильм? Да Нужно остановиться Ведь мы пропустим осень Я прям остановилась на набережной Ну припарковала Все правильно Верно сделала Вот Остановилась просто Посмотреть на рассвет Думаю Как здорово Эх И сразу настроение поднялось Как здорово жить на белом свете Да И вот хорошо Кто рано встает Все таки Хорошо Да Здорово Так что вставайте пораньше Включайте радиоприемники На волне 100 и 7 ФМ И мы вам скажем Доброе утро Персонально вам Да, друзья А если вы живете в Сальске Или проезжаете мимо Сальска То приемник настраиваете на волну 100 и 3 ФМ А в Целине вы можете нас услышать На 101 и 7 Так что в Батайске В Ростове, Азове, Аксай Вот А сегодня что-то подозрительно Ни одного звонка с Целиной Такого не бывало Да Я думаю, что он сейчас последует Да Хотя хотелось бы Напоминаем наш номер телефона Который не меняется 200 Ровно 25 19 Вот А 7 часов 34 минуты И мне кажется Вот вы сказали В половину я это скажу Да А я сказала в 45 минут А мне кажется Нужно золотую середину Итак Всеми любимой И долгожданная Вторая часть Гороскопа Гороскоп Вот его самого Итак Весам придется сегодня признаться Что и вы в кое в чем виноваты Это пожалуй самый трудный момент дня Скорпионы У вас сегодня удачный день Но не для продолжительных мероприятий и проектов От них сегодня лучше воздержаться Стрельцы Вы чувствуете приближение перемен И пытаетесь спрятаться от них Возродив минувшее Ностальгия захлестывает вас Но вы должны поддаться переменам А не только к лучшему Козерогов ждет поездка Не стоит отправляться в поездку одному Ведь вместе веселее и плодотворнее реализовывать планы Водолеи Сегодня никакие проблемы вам не страшны Полный вперед Рыбы Пришло время заняться делом Которого вы давно откладывали Больше и нет уважительных причин для отсрочек Вот такой вот у нас гороскоп А я напоминаю друзья Во втором часе вы тоже услышите гороскоп И не только гороскоп Много чего интересного Мне кажется нам нужно послушать еще одну Нами всеми любимую рубрику Какую вы сейчас поймете По одним только ноткам Вот мне кажется И так Сейчас Сергей Включит нам замечательную Всеми любимую рубрику Не скажу какую Будет тайна и секрет Да А я вообще предлагаю В эфире Всем привет Меня зовут Вадим Шашков Слушайте мою песню на радио Грубым дается радость Нежным дается печаль Мне ничего не надо Мне никого не жаль Жаль мне себя немного Жалко бездомных собак Это прямая дорога Меня привела в кабак Что ж вы ругаетесь дьяволы Или я не сын страны Каждый сна закладывал За рюмку свои штаны Мутно гляжу на окнах Сердце тоска и зной Катится солнце измокну Улица передо мной Мутно гляжу на окнах Сердце тоска и зной Катится солнце измокну Улица передо мной А на улице мальчик соплевый Воздух поджаренный сух Мальчик такой счастливый И ковыряет носу Ковыряй, ковыряй, мой милый Суй туда палец весь Только вон с этой силой В душу свою не лезь Ковыряй, ковыряй, мой милый Суй туда палец весь Только вон с этой силой А в душу свою не лезь Грубым дается радость Нежным дается печаль Мне ничего не надо Ранняя пташка на ФМ на Дону И вот такая веселая песня Вадим Шашков с нашей любимой рубрикой Наша в эфире Не могу не повторить Вот удерживает меня Не могу не сказать Хотя вы после Замечательная рубрика И звучит замечательно Друзья, наши ростовские музыканты Творческие люди Которые занимаются параллельно Еще различной деятельностью Они творят И мы уникальная радиостанция Потому что только у нас Можно их услышать И никто их не поддерживает Так, как поддерживаем мы Это правда И друзья, я хочу сказать вам О том, что наш номер Прямого эфира 200 ровно 2519 Звоните нам Рассказывайте все Что вам хочется Вот делитесь своими впечатлениями С событиями Вот И я хочу сказать о том Что Нас можно не только Слушать Но нас можно еще и видеть Если вы зайдете На страницу ВКонтакте Забивайте нас просто В друзьях Ранняя пташка Как человека Как живой организм И там вы увидите ссылочку На нашу веб-трансляцию Мы вам всегда машем ручками Мы так вам сделаем Поцелуйчики вам воздушные Привет, привет, привет Добавляйтесь в друзья ВКонтакте Пишите нам сообщения ВКонтакте Смотрите нас Посвящайтесь стихи Да Также мы есть в Инстаграм В общем, мы такие же прогрессивные Как и вы, друзья А мы потом подведем итог И самое лучшее стихотворение Получит Да, да, да Стихи Стихи, конечно Да, да Кидайте нам туда Сбрасывайте Пишите На всех сленгах И речь русская И пристань Очень простой Это билет в фитнес-центр Абонемент, точнее сказать В фитнес-центр А вот тут поподробнее Мне кажется Ну как же Тот, кто посвятит Или напишет Самое лучшее стихотворение Нашей программе Ранее Ташка Да Методом отбора Мы выясним Какое стихотворение Ну самое удачное Самое, я не знаю Там Творчески Возвышенное И Наша небольшая Живу Редакторская Акцент Выносит свой вердикт И человек получит Абонемент В фитнес-центр Друзья А у нас Звоночек Алло Доброе утро Как вас зовут? Алексей Алексеевич Здравствуйте Алексей Алексеевич Откуда вы нам звоните? География Алло Алексей Здравствуйте Приветствую Откуда звоните? Алексей Алексеевич А вы сейчас В движении? Нет Я остановился Специально Чтобы пообщаться с вами Ага Спасибо Отлично А что вы остановились? Столько радиостанций Я не знаю Там А вы Взяли Включили нас Вы знаете Поясните Многообразие Всех радиостанций Слово Ростов-на-Долу Название города Чаще всего Звучит только на ваше Оно так приятно Ласкает Лук Правда Ой как здорово Оксана Как приятно Слышать такие слова Спасибо Спасибо вам большое Я хотел поделиться Вами интересным наблюдением Сегодня утром Вы подняли тему Про аварки Да Да И упомянули Что на вокзале убирают А я как раз заезжал На вокзал За сигаретами Ну курю Есть такая А тот сорт сигарет Который я курю Продают почему-то Только Только там Да И с удивлением Пронаблюдал Что не только Их не убрали А еще и добавили Пару штук На переходе А вот да Такая проблемка есть С левого края убирают Справа нарастает И потом Идут на правый край В это время Заодно гадают Там И еще А теперь они улицы метут У нас же Новые Теперь Теперь вот эти Наши братья Как вы сказали Ромалы Теперь метут улицы Вот такая вот программа Ну здорово Мы все принимаем То что вы сказали Это все очень ценно и важно Я думаю Нас слышали И то что вы сказали Спасибо вам большое Хорошего вам бодрого Дня и утра Можете включать поворотник И выходить на дорогу Спасибо огромное До свидания Спасибо Друзья А 7.44 7.44 И перед тем Как ты приступишь К другой информации Я бы хотел Поделиться Одной новостью Из области культуры Я бы даже сказал Из области Педагогики И просвещения Посмотри как здорово В ростовском Академическом Молодежном театре Прошло посвящение В зрителей Ой как здорово Первый раз слышу такое Уникальная возможность Пройти эту необычную И торжественную Церемонию Выпала ростовским Школьникам Седьмых Восьмых Классов Возраст Какой взят Именно тогда Когда вот Понимаешь На перепуте Ребята Больше сорока Школьников Своими глазами Смогли увидеть Как рождается Чарующий мир Театра Дети узнали Все самое интересное О молодежном театре О его истории Там одно здание Чего стоит Да Экскурсию Для юных гостей Провел заслуженный Артист России Николай Ханжаров Очень люблю Этого актора Николая Мегата Очень замечательный Школьники Совершили увлекательную Театральную прогулку Вышли на саму сцену В зал Побывали За кулисами А театральные За кулисами Это вообще Совершенно необыкновенные Не мне тебе Оксана рассказывают Да И все оттуда Выглядит Совершенно иначе Ребята попробовали себя В качестве звукорежиссера Художника С огромным интересом Пообщались с теми Кто всегда Почему-то остается За кадром Это портные Гримеры Бутафор Декораторы Мастера света Одним словом Дорогу себе В театр Школьники Слава Богу Уже проложили Отличное мероприятие Замечательное Мне кажется Это очень интересно За кулисами Оказаться Я вот как человек Работающий Работавший В театре Действительно Когда ты видишь Колоссальный труд Не только вот спектакль Мы видим Как его выпускают Работу актеров Режиссеров Но мы забываем Очень часто Действительно Костюмеры Реквизиторы Все эти люди Которые делают Колоссальный труд Они делают Такую магию Что когда Я мечтала Вот В школьном возрасте Попасть За кулиси Это очень интересно И программа Замечательная А у нас звонок Мне кажется Сережа нам говорит Доброе утро Друзья Как вас зовут Здравствуйте Валерий Николаевич Я вам сегодня утром звонил А да да Еще раз все равно Еще одной большой лавки Около базара Решение суда было Которое снести Нужно было И деньги выделены На это самое Который закрывает дом Торговый дом Максимова Все остается Замылили это дело Коррупция работает В Ростове То есть Отставили эту лавку Да Ну большой дом Ну да Шоловка Вот самая кирпичная Там она стояла Много лет Пустая А сейчас смотрю Торговая Там один вход всего Если там что-нибудь начнется Там полный будет Крак Ну вот видите Вы говорите Замылили Да А вы сейчас взяли И в прямом эфире Размырили снова А не-не-не Размылили Это уже говорилось И Городен говорил Все говорили И депутаты Говорили Какой-то депутат Имеет хорошие Корни Который Стоит Да Косить этот дом Где они даже вылили Суд решил Все бесполезно Валерий Николаевич Ну я так понимаю Что вы в общем-то Против этих палаток Так не Ну идешь Воколай Базара Ну базар Или каких-то конкретных Вот Максимову У дома Мы это поняли А в общем-то Вот как сказали нам сейчас На ЖД вокзале Даже нужны они А по вашему мнению Нужны И Нужны они Ну зачем Человек идет с сумкой Цепляется за этих пешеходов Которые с деревни Приехали Рот открыли Ясно Этих товаров Они не видели всю жизнь И стоят А тут Пройти тебе Просто пройти Да Пройти не возможно Понятно Понятно Валерий Николаевич Спасибо за звонок Еще раз мы Отметили наблюдательность Валерия Николаевича Да Да Повторим Хорошего вам дня Мы вас поняли Ясно Ну вот видите Разные мнения А мне кажется Вот я к концу Первого нашего часа Хочется подвести Такой небольшой итог Вот этой темы Ларечной Так называемой Да Они уместны В нужных местах И в меру В меру Да Когда их тыкают Извиняюсь за выражение Везде На каждом шагу Действительно Проходить очень тяжело Вот А вот насчет Зазевавшихся Приезжих Я хочу сказать Что Можно и ростовчанам Сходить по улицам И зевать Город-то у нас красивый Преображается Улицы Центральные Ах какие Славные Замечательно А знаешь Почему Это в том числе Происходит Потому что На носу Практически На носу Чемпионат мира По футболу Не забывайте Друзья Об этом Поэтому Время пролетит Абсолютно Незаметно Ну знаете Я вот хочу сказать Как житель города Приятно Что у нас будет Чемпионат мира Но хочется верить Что все преображения Происходят не только Из-за вот таких Масштабных мероприятий А еще Для Для удобства Людей Для Того Чтобы Облагораживать Город Для привлечения Туристов Не только На чемпионат мира А в общем-то Чтобы это не было Как Не будем говорить Где Построили Большие Красивые гостиницы А потом Их ломали Ну это так Лирическое Отступление Друзья Я хочу Я хочу Сказать Что у нас На нашей Радиостанции Вот нам Признаются В любви Наши радиослушатели Нам очень приятно Звоните нам 200 ровно 2519 Говорите Не только Хорошее Вы можете Высказывать Свои мнения Корректировать Нашу программу Мы с удовольствием Принимаем Ваши заявки Друзья А еще Я хочу сказать Что Можно Продолжать Слушать Нашу радиостанцию Не переключать После нашей программы Потому что много чего интересного У нас целый день идет И вот хочется сказать О такой Интересной программе Большой информационный час Сегодня В 13.00 А он каждый день По будням А конкретно Сегодня в 13.00 Будут говорить о том Как сделать бизнес На ландшафтном дизайне И заработать Миллион На газоне Ведущая Инна Билан Я не буду раскрывать Все секреты Тайны Будут гости Великие Специалисты И профессионалы Конечно Будет интересно Мне кажется Интересно Слушать Вот такие Прорывы Людей Когда Казалось бы Вот мы сидим По домам Вот как Вы рассказывали О кактусах Человек Поднялся На них Помогли Они ему Просто увлечения Вот такие увлечения Ландшафтный дизайн Казалось бы Мелочь Мастерская Фабрика Тоже Это Такие Такие места Они помогают Мне кажется В том числе Воплощать И наши мысли В реальности Потому что Не забывай Не забывай Оксана Что здесь Большое значение Имеет возраст Знаешь почему Почему Вот ученые Наконец Назвали Главный Определяющий Возраст Для мужчины Определяющий Это что Мужчине Не достигшему К 27 годам Своих первых Карьерных Амбиций И дальше Рассчитывать Не на что После Для него Все будет Складываться Еще и еще Хуже Он все чаще И чаще Будет сталкиваться Со снижением Уровня Своей удовлетворенности В работе Представляешь 27 Ученые Наконец Провели Длительные Многоуровневые Опросы И которые Показали Что именно Отметка В 27 лет Является Самой Определяющей Для мужчины Именно Этот Возрастной Ценс Покажет Ждать ли Мужчине Успеха В дальнейшем Или нет Авторы Исследования Советуют Молодым людям Ставить Конкретные И достижимые Цели Уже в возрасте 18 лет Чтобы в дальнейшем Жизнь Приобрела Для них Смысл У мужчин Нестабильность На раннем этапе Карьеры И нехватка Достижений Негативно Отражаются На уровне Счастья И жизни Поэтому Запомните 27 лет Для мужчины Это определяющий Вы знаете Вот я сейчас Заслушалась Алишера И я скажу вам Слушала я Я любитель Радио Послушать Слушала как-то я Интересную программу И накануне Своего дня рождения Я услышала о том Что вот такой же Информацию Что говорят У людей Самое Развитие Всего Интересного Веселого В жизни До 25 лет Потом уже идет на спад Люди там Серьезные становятся Женятся Обзаводятся Семьей Домом Спокойно Все тихо И размеренно Вот Так вот Я услышала Это подумала Господи Мне 26 Будет через Два дня И я вам хочу сказать Что после этой Программы После этого Услышанного У меня такие Виражи пошли Веселые Ну ты же Тетенька Ты же Тетенька Так что друзья Я хочу вам сказать Что 27 Это не предел И не повод Если не успели достигнуть Ничего Ставьте цели Добивайтесь Главное верить Вот не слушайте Никого вокруг Я всегда Это пропагандирую И вот Есть у меня Возможность такая И вот у нас Звонок Ставьте цели Правильно И выполняйте Алло Доброе утро Доброе утро Как вас зовут? Вам 27 Меня зовут Гавриил Федорович Здравствуйте Гавриил Федорович Я хотел вам Предложить Идею Корректировки Ваших программ Ага Так Вот вы рекламируете Финтез-центры Разыгрываете Ага А я бы вам Предложил Так сказать Рассказать людям О другой Гимнастике Которую можно Делать дома Так И вот 15 минут Утречком Так И после нее Как говорит На работу Как на крыльях А расскажите Нам что это за гимнастика Вот есть такая гимнастика Пять тибетцев Тибетская гимнастика Ага Так Ей миллионы лет уже О я ее знаю Говорит Да Не перебивай Не перебивай Говорите Говорите Ведь это 15 минут Всего времени она занимает И бесплатно И бесплатно А? Естественно бесплатно Она развивает Каркас Мыш Для человека Именно для него Что что нужно ему Для его тела Вы не будете падать Вы не будете Ломать кости Вы не будете Терять ориентировку При ходьбе Что нужно делать? Всего на всего Надо практиковать Каждый день Эти упражнения В чем они заключаются? В чем заключаются? Надо приседать Висеть на турнике Я не знаю Надо просто открыть Книжечку Питера Келдера Ага И почитать Там они все есть А вот так Да? Все отлично Если Если это гимнастика Кому-то покажется мало Есть еще одна гимнастика Я почему говорю об этом? Потому что я пересмотрел От йоги И всякие Даосские упражнения Все просмотрел Вот две самые гимнастики Первое Это вот Тибетская Гимнастика Пять тибетцев Угу И второе Есть в ходу Взля до арабули Угу Там более Гимнастика объемная Гавриил Федорович А можно вопрос А сколько вам лет Если не секрет? Мне 76 Да вы что? И вы делаете гимнастику? Я 12-й год практикую гимнастику Огромное вам уважение Вот так Спасибо вам за звонок Потому что Да Я за арабули хочу В ходу гимнастика Ага Там занимает У него есть На 18 минут Комплекс Каждый день повторять И 2-3 раза в неделю На Ну около часа Там 48-7 минут Более Уважаемые радиослушатели Просто хочу обратить наше внимание Это тоже Особенно тех Кто ленится Вот посмотрите Какой пример Берите пример Скорбрия Федоровича Спасибо вам огромное За звонок Всего вам доброго Всего хорошего Спасибо что вы говорили Я не знаю даже Спасибо вам Низкий поклон Спасибо Гаврил Федорович Хорошего бодрого утра И дня Друзья Берите пример Вот Вот так Действительно Не пролеживать Не пролеживать В свои 27 27-26 Ленятся А человек Не 7-6 лет А 12 лет Занимаюсь Каждое утро Это гимнастик А потому что Режим вырабатывается Как только вам нужно Вырабатывать Вот существует Менее 21 день Как только Это входит в привычку Вот с утра Да Тяжело Потихонечку Просыпайтесь Приседайте Занимайтесь Тибетской гимнастикой Посмотрите Думаю Свет за грызончик Хитрый лес Он Как и я Авантюр Вольному воле Где-то два поля Сошлись на просторах Русских раздолий Ветер влюбился В грозу Невольно О чем напевал До самого дома Где-то Сильное небо Влечет Где-то Где-то Любимая Помнит И все Ветер шальной Гонит Туман Мысли Моих Хулиган Вслед за грозой Чик Хитрый Лисон Как и я Авантюр Ветер шальной Гонит Туман Мысли Моих Хулиган Вслед за грозой Чик Хитрый Лисон Как и я Авантюрист Кто-то не верит, а кто-то не знает Но в наших краях не такое бывает Кто же Россию умом понимает Душа её, сила её воспевает Где это сильное небо влечёт Где-то любимая память и ждёт Летишь, она и гонит туман Мысли мои, мой хулиган Вслед за грозой мчим, хитрый лист Как и я авантюрист Летишь, она и гонит туман Мысли мои, мой хулиган Вслед за грозой мчим, хитрый лист Как и я авантюрист Ой, дага-дага-дай, дага-дага-дага Авантюрист Дага-дага-дай, дага-дага-дага ДА-ДА-ДА-АВАНТЮРИИИИС Не в туман мысли мои, Бой хулиган, свет за грозончик Хитрый сон, как я оранжу Весь... О, ты мой... И... Восемь утра на Дону ФМ на Дону 100,7 в Ростове 103,3 в Сальске 101,7 в Целине ФМ на Дону Посоветую я вам волну Где вещает ФМ на Дону 100,7 для Донча Эталон Где неспешно течет Тихий дом ФМ на Дону 100,7 Ранняя пташка На ФМ на Дону Просыпайтесь вместе с нами Как я люблю этот голос Доброе утро, доброе утро Тем, кто присоединился К нам во втором часе Здоровья вам Не забывайте про чайник Который стоит на плите Слушая нас А мы с Оксаной... Друзья, мне хочется Те, кто присоединились К нам вот только сейчас Хочется напомнить, что у нас В эфире сейчас Алишер Хаджаев И моя дорогая Любимая Оксаночка Да, это я Друзья, мы вещаем сегодня и всегда В Ростове, на Дону В Азове, Окса и Батайске На волнах 100,7 В Сальске у нас волны 103,3 А в Целине Вы можете нас услышать На волнах 101,7 Как я хочу, чтобы позвонили Нам врываются к нам в эфир Звоночек Правда? Алло Доброе утро Как вас зовут? Вячеслав меня зовут Никогда не услышал Комна Дону Хотя тут живу Вот в области Спасибо Мне голос ваша нравится Спасибо, с премьерой вас А нам ваш голос нравится Да Вы еще про дороги только скажите Вячеслав Да, а вы сейчас в пути? Да А мы вот предлагаем Вот так как у вас премьера Нашего прослушивания Ну скажите Вы сейчас где движетесь? Что там у вас на дороге? Поработайте на нас Да Дорога? Я бы дорожников Я не знаю Ага Ясно Пип, 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 пип Где едете? Расскажите На утрене Самарска Ааа Вон где? В колхоз То есть ямы из асфальта Вы едете в Ростов или из? Из Ростова Вечером опять в Ростов Ага Так что вы напомните У нас, я не знаю То есть просто дорог Это вот такая больная тема Да, да Это я вам На старой дороге Да, Вячеслав Я вам хочу сказать Слушайте нас почаще У нас постоянно Эта тема вот всплывает Потому что мы от нее никак не можем уйти Вячеслав А вы из Ростова ехали сейчас? Да, из Ростова А как в Ростове ситуация? Как вы проехали? Ну я с левого берега Ну тяжело Ааа Все понятно Ясно Вячеслав Скажите, как утро проходит ваше доброе? Легко просыпаетесь? Нет, я тяжело просыпаюсь Я очень тяжело Поэтому Я Мне лучше позже лечь С нами С нами Этот процесс Не будет таким болезненным Да Просыпайтесь с нами Мы вещаем с 7 до 9 По будням На волнах 100 и 7 Так что присоединяйтесь Мы рады, что вы в наших рядах И у нас к вам просьба Вот у нас уже несколько ребят Мы их зачислили Внештатными нашими корреспондентами Они из разных частей города Звонят нам И говорят, какая там обстановка Не сочтите за труд Тоже Если будет какая-то интересная ситуация Которую вы видите Слева и справа по ходу движения Позвоните и скажите Ребята, а вот сейчас я нахожусь здесь-то А тут вот такая интересная штучка происходит И мы вам будем очень... Езжу по М4 Сейчас ремонтируют дорогу Это просто караул То есть проезд можно и 5 часов ехать И 4 То есть я не знаю Главное, что все возмущаются Что вроде их работ не наблюдается Но дорога закрыта Да, да, да И аварии То есть потому что по одной полосе Очень тяжело ехать Понятно Хорошо, договорились, да, Вячеслав? Вячеслав, мы ждем вашего звонка Завтра, послезавтра И всегда по будням Спасибо, доброго утра вам Хорошего дня Счастливо И вот в тему, да Вот Вячеслав подвел нас отлично Как будто вот наш сотрудник, ей-бога Шучу, на самом деле не сотрудник Сейчас страшно заглядывать Да, я хочу вам сказать, друзья Что 8 часов 5 минут Город начинает просыпаться уже на дорогах Начинается скопление на стачках Потихонечку на мосту Малиновского, наш любимый мост Продолжает все стоять Неизвестно, когда он будет стоять Еще одна нарисовалась проблема Совершенно неожиданная для всех Оксайский мост Друзья, это вот Я сейчас с Вячеславом согласна По поводу дороги ремонта М4 Я на днях постояла 4 часа в пробке Я просто выключала машину По 30 минут По 20 И стояла То есть вы понимаете, да 4 часа И я просто стояла Мы никуда не ехали Это просто кошмар Плюс еще Хочется сказать о культуре на дорогах Помимо пробок Мы создаем еще больше пробки Когда мы пытаемся ехать С правого ряда по обочине, друзья Это задерживает движение в 100 крат Давайте будем уважительнее друг к другу Все наши По пробкам Все наши мосты Наши проблемы в Ростове Да, все равняются И центр города Да, центр города постепенно Тоже заполняется машинками Если есть возможность Объезжайте мосты Текучевский, Малиновского С тачки Оксайский Вот три раза скажу Объезжайте Потому что это огромная проблема Действительно Вячеслав прав Когда мы проехали Хотели узнать Что же случилось Дорогу ремонтируют Но работ никаких не происходит Вот так И у нас звонок Да? Нам говорят Алло Доброе утро Доброе утро Как вас зовут? Меня зовут Тамара Тамара Вы сегодня первая девушка Нам дозвонившаяся Да, пыталась очень долго Дозвониться Но получилось Все-таки вы молодец Тамара Расскажите Как проходит утро? Я звоню вам С целины Отлично Отлично Как мы любим Целину Утро у нас пасмурное Настроение Соответственно На погоде Послушаешь вас Настроение поднимается Спасибо Тамара А слушали наш прогноз? Прогноз Слушали погоды? В целине Дождь начинается или нет? Сейчас пока не идет Но был дождь И пасмурное Такое тут на дождь похоже Но пока сейчас Нет дождя Ясно Мы синоптиков проверяем Потому что они нам говорят А вы у нас как разведчик Оттуда сигнализируете Оказывается совпало Они сказали Будет дождь Вы сейчас подтвердили Да, он был Сейчас временно прекратился Временно прекратился Потом он пойдет опять Ну пока да Пока мы их не изобличили А постараемся изобличить Тамара, часто нас слушаете? Я слушаю Каждое утро вас Собираю внуков в школу На работу Включаю всегда волну И вообще в течение дня Всегда я слушаю эту волну Спасибо, спасибо Нам очень приятно Продолжайте нас слушать Тамара Звоните нам обязательно Мы рады вас слышать Вот приятно женские голоса Там у себя Вот на улице По соседству Тоже скажите Там подругам Своим Скажите А что вы не слушаете? Там вот Оксана есть Там Алишер есть Там Аня Есть Хорошие ребята Иногда что-то толковое Говорят Конечно Договорились, да? Ну отлично Обязательно Спасибо Очень приятно вас слышать Доброго дня Низкий поклон целения Спасибо и вам всего доброго Всего хорошего Бодрого утра И доброго дня И я вот посвящаю песенку Всем нашим радиослушателям А потом продолжим Тема Конечно Это бесконечная тема Взмак Длинных ресниц Ласковый взгляд Наугад И все в порядке Ты Выбрал себе Жертву на час И сейчас Играешь в прятки Скорбонинки и брюнетки Провожаясь взглядом цепки Потому что понимают С кем играют Подадут тебе шепну на ушко Догадайся, что твоя подружка Ты уходишь по-английски Жанна и Фриске Глаз, небо и страх Тысячи фраз Недавно И так все ясно Я знаю тебя Пару часов Но играть С тобой Опасно С тобой Опасно Все Бодинки и брюнетки Провожаясь взглядом цепки Потому что понимают С кем И играют Подадут тебе шепну на ушко Догадайся, что твоя подружка Ты уходишь по-английски Жанна и Фриске На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Подойду к тебе, шепну на ушко Жанна Фрискет Селодинки и брюнетки Провожают взглядом цепки Потому что понимают, с кем играют Подойду к тебе, шепну на ушко Догадайся, ты твоя подружка И утодишь по-английски Жанна Фрискет Жанна Фрискет Жанна Фрискет Ранняя пташка на ФМ на Дону Замечательная песня С исполнительностью Которая останется всегда в нашей памяти Очень веселая композиция И все у нее весны очень веселые Да, это была Жанна Друзья, а у нас звонок Опа Алло, доброе утро Как вас зовут? Чуть громче Меня также Тамара зовут Ага, Тамара, здравствуйте Откуда вы звоните? Из Ростова Ух, как Ну что вы, за все пробки говорите За все мосты За Змеевскую не говорите О, да, кстати, да Это точно Это замучил нас этот мост Через Семерничку Узкий Ремонт там, да, сейчас у нас? Пробки ужасные Мне пришлось сегодня в 6 утра ехать на работу Чтобы проскакивать Вот этот серпантин вы имеете ввиду тоже, да? А откуда и куда вы ехали? Ну, с западного на Ленина На Ленина, да И стоит в обе стороны, да? В обе стороны И до ватара все стоит Это ужас Ты с работы едешь, стоит Да, там как раз же проблема Там же два кольца Там Мадаяна идет и до ватара, да И там, ой, действительно, это очень тяжело Очень тяжело Так вы во сколько вы ехали и застряли там? В 6 В 6 В 6 В 6 проскочила, не было пробки А вчера ехала в 40 минут, в 45 даже А на работу вам-ка скольки, Тамара? Мне? В 8 К 8, то есть Ого, в 6 уже, ой-ой-ой-ой-ой-ой Да Потому что вчера простояло 45 минут Вот такая вот штука Чуть позже, в 10-15 минут решают все И все, и застрял Нельзя там еще рассырить его или что-то Ну, вообще ужас Да, да И кемерничку эту жалко Вся заросла Камышок Грязная Вообще, я не знаю Тамара, спасибо вам огромное за звонок Спасибо, спасибо Бодрого утра, несмотря на пробки Не расстраивайтесь Пробки, да, это наши проблемы, с которыми Я не знаю, действительно, как с ней бороться Нам нужно, видимо, это принять Чтобы они не портили нам настроение Тамара, можно вас так называть, да, Тамара? Да, говорите Тамара, вот, кстати, завтра, 22 сентября Отмечается Всемирный день без автомобиля Да Что это означает? Что по возможности, если есть такая возможность Оставьте свою машину там на стоянке, в гараже И пользуйтесь Хорошо Общественным транспортом Пешком пройдите И вообще, это заодно, между прочим, в этот день 22 числа Это полезно Пиарят такой вид транспорта, как велосипед Да Хорошо Спасибо вам большое Хорошее настроение Спасибо Я вас слушаю все время Спасибо вам Спасибо Спасибо А вам бодрого дня и хорошего, да Несмотря на погоду дождливенькую такую До свидания До свидания Всего доброго Друзья, а у нас по времени Время летит у нас прям стремительно 8 часов 15 минут И у нас долгожданная рубрика наша Которая у нас каждый раз повторяется Каждый час Гороскоп Да, он самый Овны Сегодня вам придется Пригодится умение стоять на своем Игнорируя провокации и сопротивления Самыми хитрыми манипуляциями Особенно, видимо, на дорогах, я думаю Тельцам Помните, что терять время зря нельзя Чем быстрее вы действуете Тем лучше будет результат Результат Близнецам Вы ведете себя столь мудро и достойно Что непременно заслужите уважение И даже восхищение окружающих Раки Заранее примиритесь с мыслью о суете Спешке То и дело возникающих в недоразумениях Просто вот смиритесь Это как пробки на дорогах Так вот и суета вокруг Львов Сегодня вам нужно поддержать других Сегодня вы вряд ли сможете Сосредоточиться на собственных делах Будьте альтруистами Девы Найдите время для общения с людьми Жизненному опыту, которых вы доверяете Чьи взгляды и принципы вы уважаете А продолжение гороскопа вы услышите чуть позже Еще, кстати, автообзор Мы вот о машинах, о дорогах Действительно эта тема никого нас не отпускает Потому что мы так плотно связаны с дорогами На площади Гагарина наверняка обратили внимание Идут дорожные работы Так вот, там изменят схему движения Ведутся работы по прокладке нового участка проезда Через существующее кольцо Теперь будет автолюбителям, движущимся с проспекта Ворошиловского Гораздо проще выехать на Текучево Честно говоря, я не совсем пока понимаю, как это Потому что я проезжала там недавно Ну, кольцо и кольцо Либо они вот дробить будут Либо они вот Алишер Я знаю, вы там ездите Ваше мнение? Я так думаю, что дробить Дробить, да? Да Потому что сейчас пока непонятно То есть я, честно говоря, думала до недавнего времени Пока вот не увидела, натолкнулась на эту новость Что это просто будут очередные дорожные работы Вот А еще вот возвращаясь к теме пробок и мостов Действительно, как-то нужно, мне кажется, проектировщикам Пересмотреть мосты наши Что-то нужно с ними определенно делать Потому что город растет И мосты на въезды и выезды у нас проблема И по городу Потому что город-то у нас такой холмистый Кто думал, что мы так скоро начнем жить хорошо Богато и счастливо Да, да, да Потому что раньше семья, в которой был личный автомобиль Люди завидовали, говорили Ёлки-палки У них собственная машина есть Сейчас по два автомобиля в одной семье А кто же рассчитывал, что будет такая автомобилизация По всей России и Советскому Союзу? Мне кажется, стоит напомнить, что Еще раз об отказе от автомобиля Да Давайте завтра день Завтра день, всемирный день без автомобиля Это означает, что вы, уважаемые друзья По возможности должны оставить своего стального коня Там на стоянке, на площадке, в гараже, где угодно И приехать на общественном транспорте, на велосипеде Прийти на конец первой жизни пешком И вы ощутите огромное удовольствие Потому что, ну просто диву даешься Как человек на 6-литровом джипе Из Буденовского Едет на работу на Красноармейскую Да Смысл какой на 6-литровом джипе Только попиарится и говорит, какой я крутой Да выйди, пройдись пешком Пешком, да Почувствуй свои ноги, мышцы, нагрузку, дыхалку Все это почувствуй Так что, друзья, звоните на 200 ровно 2519 Сегодня и завтра тем более И рассказывайте, как вы отмечаете этот международный день А мне кажется, нам нужно слушать песенку Вот, так вот А у нас, подождите Есть? У нас нет, у нас новость Так, так, так У нашего коллеги Это у нас в ВКонтакте Да, который у нас, который у нас наш коллега Наш звукорежиссер, который был вчера Ваня Синягин Сягин Сягин, да Вчера же вечером родился мальчик Кирилл Без 3 килограмма, 450 грамм Рост 50 сантиметров Друзья, поздравляем всех коллективов Поздравляем Ваня, Ваня молодчина Молодцы, друзья Счастья, здоровья вам И песню давайте вот от всего нашего коллектива Конечно Ура, как мне нравятся такие новости Слушай, отлично Ну, Ваня, ну, Ваня молодец Сережа, жги И я был тоже на тебя похожий И я кружился, словно заводной И я кружился, словно заводной Но пришли заботы В дом, семья, работа Танцуй, пока молодой Танцуй, пока молодой Мальчик Танцуй, пока молодой Танцуй, пока молодой Танцуй, пока молодой Мы раньше были Тоже заводными Вместе танцевали Жили без забот Что теперь случилось Как мы изменились Танцуй, пока молодой Танцуй, пока молодой Мальчик Танцуй, пока молодой Танцуй, пока молодой Мальчик Танцуй, пока молодой Давай отложим Все, что нас тревожит Стряхнем заботы Стариной тряхнем Давай забудем Школу и работу Танцуй, пока молодой Танцуй, пока молодой Танцуй, пока молодой Мальчик Танцуй, пока молодой Танцуй пока молодой, мальчик 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 Мальчик, танцуй пока молодой Друзья, а я еще раз повторю, те, кто не услышал, подумал, какая веселая, задорная песня Думаете, просто так она играла? Нет, не просто так Мы посвящали эту песню всем нашим коллективам, Ване Сягину и его семье Вчера вечером у него родился мальчик Кирилл Еще раз поздравляем все-все-все вместе Все, долгожданный сыночек Счастливую семью Сягиной С прибавлением Ване Крепкого здоровья маме, малышу Отлично, отлично Поздравляем всем коллективам Я думаю, что и наши радиослушатели присоединяются к этим поздравлениям Уверен Вот, к вопросу о рождении Кстати, если говорить о рубрике события и даты То сегодня, 21 сентября, смотрите, кто родился Ольга Леонардовна Книперчехова Актриса Московского художественного театра В 1937 году получившая звание народной артистки СССР И чем она еще известна? Тем, что она супруга нашего великого земляка Антона Павловича Чехова Кстати, она сыграла во многих спектаклях по произведению Антона Павловича Практически все главные роли во всех его произведениях сыграла именно Ольга Леонардовна Возможно, он писал, ориентируясь на нее А может быть, потому что они познакомились, кстати, на репетициях Чайки Вот тогда эта любовь получила Еще один именинник сегодня, 21 числа Это Зиновий Ефимович Герд, наш любимец Одного только Паниковского вспомнить в 12 столика Все же больше говорить ничего не надо А были еще и место встречи изменить нельзя О бедном гусаре замолвите слово И десятки-десятки замечательных ролей Прекрасный был актер А сегодня еще день рождения Многие любят этого писателя Стивена Кинга Американский писатель, король ужасов А в январе 2017 года, вот уже совсем скоро Выходит экранизация одного из его романов «Темная башня» Прогремит во всех кинотеатрах мира И в том числе и Ростова Так что ждите премьеру от именинника Еще сегодня день рождения Родился в 1971 году Ростислав Хайт Российский актер и один из основателей комического театра «Квартеты» Кстати, очень частые гости нашего города Талантливые люди, ребята Но я могу сказать, они практически наши земляки Потому что они из соседнего нашего государства Которое очень близко к нам Я их считаю земляками Все мы братья А то, что я сейчас расскажу, Оксана Это бомба Поверь мне, я прожил долгую и счастливую жизнь Но ничего подобного я не слышал и не видел Слушайте внимательно, уважаемые радиослушатели Отец-подростка Вячеслав Воронин Назвал своего сына вот таким именем Глубоко вдох сейчас набрали Внимание Ботч РВФ 26 06 02 Это имя собственности Собственно Так зовут мальчика Вот этот художник Вячеслав Воронин Так назвал своего сына Ботч РВФ 26 06 02 Это кошмар Кошмар похожий на произведение Стивена Кинга Мужчина продолжает утверждать, что намеренно так назвал своего ребенка Потому что это его личное право отца Называть своего сына так, как он хочет Теперь объясняю, что означает эта Аббревиатура Аббревиатура Ботч РВФ 26 06 02 Это означает Б. Биологический О. Объект Ч. Человек Р. Рода В. Воронина Фроловых То есть биологический объект Человек Рода Воронина Фроловых Фролова это мама А Воронин это отец И рожденный этот мальчик был 26 июня 2002 года Все вместе означает Б. Б. Р. В. Ф. 26 06 02 Понимаете Самое ужасное заключается в том, что мальчику раз в 02 год Ему 14 лет Исполняется Это срок получения паспорта А какой паспорт, если у него свидетельства о рождении нет Потому что когда отец пришел в ЗАГС Там все тетки попадали Когда он сказал, запишите моего злота Его зовут Б. Р. В. 26 06 02 И он 14 лет Вообще как непрекаянный ходит Что делать неизвестно Теперь значит сотрудницы ЗАГСа предложили отцу Воронину Говорю, давайте мы вашего сына хотя бы просто назовем Б. Ч. Ну черт с ним Ну да, 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 согласились Хотя бы Б. Ч. Ну и фамилия Воронин Нет, сказал отец Только Б. Р. В. Ф. 26 06 02 И стоит упертый на своем Вот такие люди есть у нас Друзья, ну а я вот хочу вам еще Я прям подготовилась к этому новости Вот я Помните, было у нас интересное время И люди называли в честь коммунистических героев, лидеров Да, да Космонавтов Вот, например, это прям скороговорка Ватерпежекосмо Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт Во-первых, выговорить Ватерпежекосмо И не кушать С балкона Ватерпежекосмо, где ты? А это, ты знаешь, это было целое поветрие Особенно, вот, так сказать, там Довоенные годы На подъеме там, да Октябрина, ноябрина Женщин звали Сталина от имени Сталин Нормально А, вспомни, Мэлс Маркс, Энгельс Ленин, Сталин Да, да Был такой замечательный Вы говорите, вспомни, я прям сказала, да, как будто я помню Был такой журналист-международник Мэлор Стуруа Это очень известное было имя Очень популярный был журналист Мэлор Маркс, Энгельс Ленин Октябрьская революция Сокращенно Мэлор Я удивлена, что Гертруда, оказывается, это героиня труда А знаменитое имя Владлен, которое сейчас достаточно часто попадается И называют их Владом потом сокращенно Это Владимир Ленин Вот так И хорошо, что... А Ленин Нинел имя есть такое, Нинел А обратно прощается Ленин Вот я очень хорошо отношусь к таким именам, наверное Но хорошо, что у нас вот наши специальные... Ну, Оксаночка, извини, но Боч РВФ 260602 Я этому мальчику просто сочувствую Да И хорошо, что у нас вокруг имена такие простые, хорошие И Кристина Олежка у нас сейчас с соносцем Да, вот, заговорилась Новости на Дону Новости коротко В Калининграде задержали мошенника, который обманул около десятка ростовчан В ДТП на трассе Ростов-Новошахтинск погиб пассажир Лады Ростовские чиновники пересядут на велосипеды Какой срок грозит мошеннику, который продавал мотоциклы через интернет? Подробнее слушайте в 8.50 21 сентября в 13.00 в эфире радиостанция ФМ на Дону Ток-шоу «Бизнес-среда» Поговорим о том, как сделать бизнес на ландшафтном дизайне И заработать миллион на газоне Гости студии Елена Третьякова, владелица компании «Флорисима» Ольга Шишкина, директор трио «Арт-ландшафт-дизайн» И Евгений Деменский, первый заместитель Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Слушайте нас 21 сентября в 13.00 на ФМ на Дону Задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира 200 ровно 2519 Большой информационный час Ток-шоу, интервью, репортажи, комментарии Слушайте с часу до двух Если хочешь Вспоминай меня Вспоминай меня Эти звезды я Это небо я Оглянись и вспоминай меня Эти звезды я Это небо я Оглянись и вспоминай меня Я ее Я ее Оглянись и вспоминай меня Я когда-нибудь тебя прощу, И мысли о тебе я с ветром отпущу. А слёзы на щитах станут лёгкими, как облака, Дождями светлыми у твоего окна. Светлым днём и тёмной ночью, если хочешь, вспоминай меня. Весь море тёплым летом без ответов, вспоминай меня. Эти звёзды и я, это небо я, Оглянись и вспоминай меня. Эти звёзды и я, это небо я, Оглянись и вспоминай меня. Там, где родился свет, Моей любви к тебе, Я не найду рассвет, Ведь он живёт во мне. Зачем же встретились, Если вместе нам не быть тобой. Мечты все отпустит, И в сердце дверь закрой. Светлым днём и тёмной ночью, если хочешь, вспоминай меня. И зимой и тёплым летом без ответов, вспоминай меня. Эти звёзды и я, это небо я, Оглянись и вспоминай меня. Эти звёзды и я, это небо я, Оглянись и вспоминай меня. Эти звёзды и я, это небо я, Оглянись и вспоминай меня. Оглянись и Верлин. Эти звёзды в боль. Оглянись и Верлин. Эти звёзды. Эти звёзды, Эти звёзды. Эти звёзды что-то. Эти звёзды в боль. Светлым днём и тёмной ночью, если хочешь, вспоминай меня Вези моря, тёплым летом, без ответов, вспоминай меня Эти звёзды и я, это небо я, оглянись и вспоминай меня Эти звёзды и я, это небо я, оглянись и вспоминай меня Ранняя пташка на ФМ и Дану Вот вспоминай, вот так хочется, вспоминайте наши гороскопы, которые мы готовим для вас Вот, вот время второй части гороскопа Итак Гороскоп Весы Когда вы перестанете отрицать очевидное сегодня, дела пойдут на лад Скорпионы, возможны поездки, в том числе и незапланированные Напомнят о себе старые знакомые, не исключено приглашение в гости Какие-то импровизированные вечеринки Ну, хочу как скорпион сказать, у меня импровизированные вечеринки постоянно Так вот, стрельца, как только у вас появится план на сегодня, пусть даже в самых общих чертах Подтянутся и союзники Козерогов сегодня удастся провести, если день дома Сначала немного поскучают, а потом найдут себе в мир увлекательное, но очень полезное занятие Это те, которые дома будут А водолеи, звезды на вашей стороне, обещают удачу в этом дне Рыбы сегодня смогут показать, что являются совершенно незаменимыми сотрудниками Друзья, я хочу сказать, что все знаки зодиака, сохраняйте хорошее настроение на весь день И для этого слушайте нашу радиостанцию FM на Дону Вот так вот, так что звезды так вот нам говорят А вы слушайте, доверяйте, но проверяйте А на часах 8 часов и 42 минуты в Ростове на Дону По разным данным, у нас как Яндекс.Погода, так и 8 часов и 37 минут сверяем Алишер, 8 часов и 37 минут вы перескочили Я понимаю, вы ускоряете время к новостям, потому что А, я хочу, что, получается, я хочу, чтобы быстрее передачи закончили? Нет, вы хотите быстрее услышать новости Я наоборот хотел, чтобы растянуть немного Друзья, не отвлекаемся, 8 часов и 37 минут 37 минут, точно И у нас еще одна всеми нами любимая рубрика, вы сейчас поймете какая Наши, наши в эфире Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, я Камиль Бекенин Слушайте мои песни на радио ФМ на Дону Город мой, для меня ты как папа Да ты, собственно, папа и есть Повезло, так случилось когда-то Здесь родиться не выпала честь Я болтался по свету немало И десятки видал городов Но если душа уставала Возвращался в любимый Ростов А по Дону, вверх и вниз корабли Проплывают, исчезая вдали Корабли плывут, как будто по судьбе Милый город, я вернулся к тебе А по Дону, вверх и вниз корабли Проплывают, исчезая вдали Я маршу им, будто в детстве, рукой Здравствуй, город, я вернулся домой Я маршу им, будто в детстве, рукой Ну, здравствуй, город, я вернулся домой А в Ростове, поверьте, ребята Вы найдете и кровь, и уют С давних пор повелось так когда-то И про город наш всюду поют Уезжают друзья за границу Чтобы там от забот отойти Чудаки, что ж вам здесь не сидится Ну, где вы сможете лучше найти А по Дону, вверх и вниз корабли Проплывают, исчезая вдали Корабли плывут, как будто по судьбе Милый город, я вернулся к тебе А по Дону, вверх и вниз корабли Проплывают, исчезая вдали Я маршу им, будто в детстве, рукой Здравствуй, город, я вернулся домой Я маршу им, будто в детстве, рукой Ну, здравствуй, город, я вернулся домой Здесь умеют друзей своих встретить Уж поверь так, что только держись Он один такой, город на свете Про него петь готов я всю жизнь А не веришь? Пойди расспроси Здесь тебе каждый сможет ответить Что в Ростове на юге Руси Знают, как нужно гостя приветить А по Дону, вверх и вниз корабли Проплывают, исчезая вдали Корабли плывут, как будто по судьбе Милый город, я вернулся к тебе А по Дону, вверх и вниз корабли Проплывают, исчезая вдали Я маршу им, будто в детстве, рукой Здравствуй, город, я вернулся домой Я маршу им, будто в детстве, рукой Ну, здравствуй, город, я вернулся домой Ранняя пташка на ФМ на Дону А это вот у Камиля Бикенина песенка Все, закончилось Это Камиль, это наш человек Да, а мы, а мы все говорим Да, и мы их объединяем под названием Наши на Дону Камиль наш и много, очень много наших Которые звучат ежедневно В нашем эфире В эфире нашей радиостанции И нашей программы конкретно И вообще не наши, наши, наши Да, вот Ну, а партнер часа Центр женского и детского фитнеса Здоровье ФИТ В этом центре у вас есть возможность Заниматься с профессиональными тренерами В комфортных условиях И получать удовольствие От физических нагрузок И выглядеть всегда красиво Фитнес-центр здоровья Находится по адресу Проспект Нагибина 12-2 Достигайте результатов вместе И звоните нам по телефону Двести ровно двадцать пять Девятнадцать Присылайте нам стихи И вы можете выиграть Абонемент Фитнес-центр Да Друзья, если вы хотите Можете писать и в прозе Да, если вы хотите Посмотреть, какие мы спортивные Не только благодаря Вот фитнес-центру А благодаря, вот как Гаврил Федорович говорит Тибетской гимнастике Вообще упражнениям Вы нас можете Не только слышать А вы нас можете видеть Потому что у нас работает Веб-камера А трансляцию Ссылку на трансляцию Вы можете найти Заглянув на нашу страничку Вконтакте Найти нас очень просто Ищите нас в друзьях Ранняя пташка Мы как человек Как живой организм Вот я призываю Пишите нам вконтакте Добавляйтесь в друзья Смотрите нас Ну, конечно, слушайте Не могу сказать Кто не смотрит Представляешь, мне интересно спросить Они же нас слышат по радио Голоса наши слышат Они же, наверное, предполагают Слушай, а какого возраста Вот Аня Оксана Алишер Вот пусть отгадывают Да Просто за спасибо Просто ради интереса А я, кстати, сегодня Вот Алишер не заметил Кстати, вот А веб-трансляции А я цвет волос поменяла Между прочим Ой, прости Да Я думала, приду Скажут Оксанка Ой, поменялась-то как Не сказали Ну, 6 утра еще было темновато Ну, да, было мрач Старика не разглядел Друзья, и, кстати Несмотря на то, что Яндекс.Погода нам говорит Что сегодня целый день Будет дождь Пока что На данный момент На время 8 часов 44 минуты Ну, солнечно Упало 5 капель всего Да, Алишер даже увидел Как светит солнышко На мой новый цвет волос Сейчас разглядел Точно Да Я повторю, друзья По данным Яндекса Погоды В Ростове сегодня Плюс 17 днем Небольшой дождик В Целине тоже дождик Плюс 20 днем На севере области У нас 17 градусов Тоже небольшой дождь По данным Ростов Метео в Ростове Плюс 18 И только во второй половине дождь Но пока, видимо Ростов Метео Лидирует На данный момент В Целине Дождь идет целый день Плюс 20 днем На севере области Плюс 17 Весь день дожди А вот на Гесметео Говорят нам, что сегодня Лишь пасмурно Без осадков в Ростове Вот либо Гесметео сейчас Либо Ростов Метео Плюс 19 днем В Восток области Утром дождь Днем плюс 16 градусов На севере области Дождь Утром Только утром А днем погода Плюс 12 градусов Слушайте, очень холодно На севере области Это более чем свежо Вот я впервые хочу сказать Что хоть бы Гесметео Не был прав Не попал 12 градусов Сегодня 21 сентября 12 градусов Это как-то очень холодно Мне кажется Вот И я повторяю, друзья Все-таки проверяйте Наличие зонтов у себя В сумке Я сегодня взял Непромокаемую обувь Вчера не взял Вымок А я вчера в резиновых сапожжищах Гуляла по вечерам Вокруг своей машины В красных сапогах Потому что она у меня протекает Я повторюсь Мне это не может не тревожить Я не знаю, почему Мне течет в салоне Вода попадает Хотя дождь не сильный Ты с этим не шути Обязательно покажешь Да, надо, надо Если у вас есть тоже Какие-то проблемы Друзья, сразу ремонтируйте Я вот просматриваю информацию Вот любопытно От ученых-медиков Смотри Оказывается, они выяснили Какую штуку Игра в карты Может помочь Во время реабилитации Пациентов После инсульта Извините Нормально, да? Я не выдержала Я сразу себе представил ситуацию Такая палата Реанимация Вот ученые Кислородные Эти баллоны Датчики везде На лбу Везде и всюду Там По всему телу А у нас Играются картишки И они так И в картишки перекидываются Оказывается, это самое А почему? А это знаешь Они выяснили Что оказывается Во время игры в карты Напряжение умственное Не очень большое И нарастает Очень медленно В процессе игры И оказывается Вот этот процесс Небольшого Напряжения Умственного Происходит Во время игры в карты Я надеюсь Что у меня не будет Такой болезни И соответственно Помогает Восстановлению Но я в карты не умею играть Если играю Я напрягаюсь настолько Мне кажется Мечетная коробка Может просто лопнуть Так что вот так, друзья Так что, друзья Не пейте лекарты Играйте в карты Чтобы избавиться от инсульта Надо играть в карты Оказывается Все Луна, наверное, не в дурака А может и только в дурака А шахматы там Очень долго думают Нет, шахматы там Сильное напряжение А нарды? Про шахматы И нарды нельзя Там Тоже напряжение А вот карты, видишь Они же, наверное, все перепробовали Пришли к пониманию И к выводу Только легкое умственное напряжение Которое можно получить Играя в карты Картишки Все Вот они сейчас там В кардиологии все купят Это Колоды карты Сейчас будут проходить Как в метро В московском Да, или Продают там все, что нужно Зубные щетки Карты и прочее Вот так сейчас и в наших Больницах будут Или лучше просто раздавать, кстати А медсестры, да Проходят по палатам Готовы Пожалуйста Вот колоды Вам У вас есть колода Карты? А вам из дома Не принесли карты? Ну хорошо Тогда вот возьмите Наши В аренду Потом вернется Сестре-хозяйке Да, да, да Отлично Друзья, я вот хочу сказать Что время Время у нас летит Летит Спешит Мы прям зачастили сейчас С обозначением времени Не зря Потому что Чем быстрее оно ускоряется Тем мы чаще о нем напоминаем Восемь часов Сорок восемь минут Вот Ситуация на дорогах Усложняется Ближе к девяти Пробочками Город заполняется Сохраняйте терпение Уж не буду говорить Где пробки Сами знаете Сами сейчас в дороге Стоите А может быть едете А вы нам звоните Кстати и рассказывайте Какая ситуация на дорогах Сегодня ни один Собкор не позвонил Да, да Только вот Вячеслав Видно так капитально застряли Да, но это из ноги А так, друзья Звоните нам Каждый день по будням Двести ровно Двадцать девятнадцать И старайтесь не принимать Это так близко к сердцу Да Потому что вы сейчас доедете Вы придете на работу И вам работать Целый трудовой день А с испорченным настроением Какая к черту работа И возвращаясь домой Тоже не расстраивайтесь Не рейдите себя Потому что вот испортили настроение В пробке Приехали домой Еще и в семье поругались В любом случае доедете Да, быстро, медленно Неприятно, конечно Хочется быстрее Но бывает вот так А друзья А я вот в прошлый раз Вот не помню Говорила или нет Но вот хочу сказать Вот стоит у меня эта мысль Какие вот все-таки Информационная наша служба Новостная Какие вот они затейники Как они могут анонс так сказать Что я потом сижу и думаю Скорее бы новости я послушаю Мне очень интересно Что же там такое Кристина Олешка Нам сейчас расскажет Как раз и вам тоже, друзья Новости на Дону 8.50 в Ростове У микрофона Кристина Олешка Здравствуйте В этом выпуске Какой срок грозит мошеннику Который продавал мотоциклы Через интернет И зачем ростовские чиновники Пересаживаются на велосипеды Об этом и другом Далее подробно В Калининграде задержали мошенника Который обманул около десятка ростовчан Он выкладывал в интернете информацию О продаже дорогих мотоциклов Находил покупателей Брал предоплату И исчезал Преступника поймали Благодаря совместным действиям Калининградских и донских полицейских Ему грозит до пяти лет лишения свободы По статье мошенничества Об этом сообщает Пресс-служба областного главка Мошенники начали атаковать Донских пенсионеров Они звонят пожилым людям И просят назвать реквизиты Их банковских карт На которую якобы Будет перечислена единовременная выплата Пенсионный фонд Просит пенсионеров Не поддаваться На провокации мошенников Так как все данные Для перечисления выплаты Уже имеются В территориальных управлениях фонда В ДТП на трассе Ростов-Новошахтинск Погиб пассажир Лады Еще два человека в больнице Эма авария Произошла вечером во вторник Легковушка догнала КАМАЗ И на всей скорости Врезалась в него Сотрудники полиции Выясняют все обстоятельства ДТП По данному факту Проводится проверка Ростовские чиновники Пересядут на велосипеды В четверг К акции на работу на велосипеде Присоединятся Служащие управления здравоохранения Спорта ЖКХ Защита окружающей среды И транспорта О своем участии заявили Несколько крупных компаний И университетов Среди них Ротсельмаш Сбербанк Молодежный театр ЮФУ И ДГТУ Последняя подобная акция Была в Ростове весной На велосипедах Приехали на службу Первый замглавы администрации Сергей Кузнецов Директор департамента экономики Светлана Камбулова Директор департамента ЖКХ И энергетики Анна Нур-Ревян И еще несколько чиновников По информации сервиса Яндекс.Погода В Ростове плюс 14 В Таганроге плюс 13 В Сальске плюс 19 Везде пасмурно и дождливо И вот, друзья, заметьте В каждом новостном выпуске На всех лентах новостных Мы очень часто Ну, каждый день Видим истории о ДТП И дай бог Если эти ДТП Не с летальным исходом Друзья, будьте внимательны На дорогах Знаете, как есть пословица Не спеши, а то успеешь Потому что Берегите себя Берегите Пассажиров своих Вот Будьте внимательны Пожалуйста Убедительная просьба И действительно Не летите Если вам Суждено сегодня не успеть Ну, не успеть Ничего страшного Везде люди Везде поймут, друзья Вот Берегите нервы Вы все равно Доедете туда Куда собираюсь Вот это главная Ваша цель Я должен доехать Как Уже не важно Да Потому что Дергать себя Ну, что от этого Дорога станет шире Нет Шире она не станет Вот Ну, а мы Продолжаем Да И хочется Еще раз Проанонсировать Сегодня у нас Среда Бизнес-среда На ФМНД Ну, в 13.00 Поговорят Наши коллеги О том Как сделать бизнес На ландшафтном дизайне И заработать Миллион на газоне А вдруг Вы что-то Для себя почерпнете И сразу начнете Зарабатывать Тоже миллион Благодаря вот Нашим советам Так что Слушайте в 13.00 И каждый день По будням У нас Большой информационный час С часу До двух Днем Вот И я напоминаю Что завтра 22.00 Сентября Всемирная акция День без автомобиля Призываем всех Всех вас Учитывая то Что вот эти Бесконечные наши Пробки Нервотрепки И так далее Всего один Единственный день В году Ну, попытайтесь Попробуйтесь Обойтись Без машины Садитесь на велосипед Идите на работу Пешком Вы себя совершенно По-другому почувствуете Попробуйте проехать На общественном транспорте Очень любопытное Кстати, мероприятие Трампай Троллейбусы Автобусы Маршрут Смотрите, какой огромный выбор Зачем вот На этой махине Куда-то Задать соседнюю улицу Парковаться с трудом Друзья, и вот Последний у нас Звоночек на сегодня Давайте послушаем Алло, доброе утро Доброе утро, Моксана Алишер Рад вас слышать Как вас зовут? Вот, Мурат Мурат Оооо Мы тут обыскались уже Обыскались Где Мурат? Где Мурат? Слава Богу Мы уже тут Ну, рассказывайте Да ладно Да я звоню просто Сказать Насчет того, что На Ворошиловском Ну, не только На самом кольце На площади Гагарина Ага Перестановки делают То еще и дальше Там вдоль ЦГБ И дальше В сторону моста Я не знаю зачем Поснимали асфальт Теперь там полдороги Просто недоступно Я сейчас пробки нету Но я думаю Вечером будет Конечно Ага Так что, друзья Запоминайте Еще раз, Мурат Повторите направление Вечера хотят Успеть положение Поворошил Ага Ясно Сняли дорогу Кстати, хочу сказать Что у нас тут недалеко На Кировском Тоже сняли дорогу Да Тоже сняли дорогу Тоже идут с утра Непонятно Кстати, асфальт был Совсем недавно Хороший Мурат, ты, пожалуйста, не пропадай Да, а то мы прям соскучились Мы с Оксаной Извинились Ну, все-таки дозвонились Спасибо вам Хорошего дня Удачного Не пугай нас Я должен был слышать И мы тоже вас Всего доброго Мы рады Вот так, друзья У нас Наши постоянные слушатели Становятся нашими друзьями И приятелями Мы ждем их Присоединяйтесь к нам Будьте нашими друзьями И ВКонтакте На страничке Ранняя Пташка И нам звоните 200 ровно 25.19 К сожалению, друзья К сожалению Вынуждена сказать Что нам Уже пора прощаться Осталось Осталось Совсем немного времени Боже мой Вот И вот Солнышко поднялось Светит сейчас Что так время Быстро летит Только немножечко Разговорились Только немножко Наладили какой-то Контакт Со своими слушателями Эти дурацкие часы Уже показывают Уже надо закругляться Ну что такое Я уж там хитрил Хотел время Немножко Ты же помнишь Нет Заметили Не надо На свои часы смотреть Смотрите На студийные часы Друзья Я напомню С вами сегодня Были Будили вас Алишер Хаджаев Замечательный И Оксана Мирошниченко Да Да Это я Спасибо огромное Спасибо вам За это утро Друзья Берегите себя И сохраните Хорошее настроение Все здорово Все отлично Все будет замечательно Всего доброго вам Пока